Всем привет! В этом пассаже мы с вами попробуем поиграть технику свик и обычные гаммы на переменный штрих. Итак, значит, смотрите, у нас получается сама модель у нас с вами будет мажорная, и модель у нас еще с вами будет минорная. То есть эти две модели комбинируются. Давайте посмотрим, какие особенности, какие тонкости в этих моделях у нас с вами будут, и попробуем их разобрать с вами. Во-первых, начинается все у нас с вами, обыгрывается мелодия небольшая на первой струне, переменным штрихом вниз-вверх-вниз. Затем далее вы играете, обыгрываем трезвучие до мажора. Техника свик подразумевает глушение пальцем обязательно. Либо иногда еще мы можем обращать внимание, что на грифе находятся некие заглушки. Но здесь заглушек нет, поэтому будем глушить с вами все пальцем. Получается, мы сыграли с вами гамму. Разобрали сразу же, в правой руке мы глушим. То есть палец у нас служит с вами заглушкой. Как только мы с вами переходим вторым пальцем на вторую струну, то этим же самым пальцем мы с вами делаем такое движение, которое закрывает первую струну. Вот мы с вами сыграли переменный штрих. Затем далее переходим на вторую струну вторым пальцем. И этим же пальцем делаем заглушку для первой струны. То есть первую струну мы с вами закрываем. То есть она уже не дает нам звука. Затем далее ставим третью струну, зажимаем. То же самое делаем первым пальцем по отношению ко второй струне. То есть вторая струна у нас с вами не дает никакого звука. И далее переходим на четвертую струну Точно так же третий палец зажимает четвертую струну Не давая звучать третьей струне Пятую струну мизинцем зажимаем После чего делаем растяжку И как только мы делаем растяжку Первый палец встает в такое положение В котором он прикасается к четвертой струне Что тоже не дает звучать призвуком Затем переходим на шестую струну вторым пальцем То есть тоже здесь у нас небольшая растяжка И переходим далее, играем то же самое Здесь мы с вами делаем именно хаммер прием Вот мы сыграли И переходим затем по тем же самым ноткам Обращаю ваше внимание на то Когда мы с вами играем свип уже наверх к первым струнам То вот это место у пальца Оно постоянно служит для вас Неким таким страхующим средством То есть вы делаете страховку Для того, чтобы у вас не звучали нижние струны Это первый способ Второй способ Вы постоянно делаете палмьют Для того, чтобы заглушить То есть такое звучание То есть если палмьют не делает То получится вот что Но в таком случае вам нужно обязательно струны заглушать тогда пальцами То есть что происходит Когда мы играем палмьют Мы можем не обращать внимания на левую руку В таком случае мы играем У нас заглушка идет на правой руке Если мы правой рукой не делаем палмьют То в таком случае И будем играть так же То получится Получится грязь Чтобы этой грязи не было Мы эту грязь с вами убираем левой рукой То есть что мы делаем Смотрите Палец я уже первый поставил так Что он у меня прикасается к шестой струне То есть последующие пальцы Я стараюсь поставить так Чтобы они у меня слегка прикасались К верхним струнам Точнее к нижним струнам Вот эти струны, которые здесь Мы их называем нижние Эти струны верхние То есть от слова То есть чем выше звук Тем соответственно выше струна Итак И мы таким образом разобрали с вами Вот такой вот небольшой шаблон И затем далее Вот За вторым разом Когда мы с вами сюда приходим Мы играем просто Обычную аппликатуру Затем после этого Играем назад То же самое Вот Но единственное что Когда мы переходим с вами назад Для того чтобы у нас была с вами квадратность Мы уже эту ноту с вами не добавляем То есть мы на нее потом переходим В другую позицию То есть получается Раз Два Три Четыре Раз И эта нота Она у нас уже первая нота Для следующего пассажа То же самое касается и этой аппликатуры Здесь у нас идет уже немножко другая с вами гамма Вот она идет Получается И назад поехали Затем ля мажор обыгрываем После того как мы обыграли арпеджиум У нас с вами идет гамма Здесь немножко аппликатура такая запутанная Вот она у нас получается И после двигаемся назад И приходим в заключение Здесь тоже самое гамма идет у нас Как и мы уже ранее играли Вот когда мы доиграли до второй струны Повторяем снова с этой ноты И приходим в C То есть получается Ставим дальше аккорд C Power аккорд То есть по сути дела C минор Но минорную терцию мы с вами не играем Просто играем квинту Таким образом у нас с вами получился Вот такой небольшой гитарный ход Который вы сможете употребить Где-то в своих проигрышах Вставить в аранжировку Или же просто отработать Этот технический прием То есть очень интересно играть Сочетание арпеджио с гаммой То есть попробуйте Я думаю что вам понравится И этот урок пойдет вам на пользу Пока